Всем доброе утро! Шли мы сейчас в сторону рынка Верхнего и нашли такую вот как кофейня. Народу, конечно, здесь много. И как мы узнали, что это кофейня? Потому что запах самого кофе нас привлек. Так, поздоровайся со всеми. Всем привет! В общем, смотрите, здесь мы взяли столик вот такой. Получается, можно прийти на улице. Но там как бы жарко, поэтому мы решили здесь. Здесь, конечно, молодежи много. Сегодня второе сентября. Сейчас я вам покажу по ценам, как. Цены с дочерью здесь такие. Краусан, Наполеон, банановый красный бархат. Холодное блюдо. Авторские напитки. Холодные напитки. Чёрный кофе. А, вот кофе, кстати, сколько стоит. Экспрессо стоит. Не помню, сколько стоит с молоком. А, ну смотри, какая расфасовка. То есть есть и по 250. Миллилитров 300-400. А десерты вот здесь вот такие вот. И вот такие вот. Десерты. А, пересел, да? Хорошо, хорошо. Сюда пересел, да? А, в уголочек. А ты там не хочешь сидеть? Сиди там, в уголочке. Да, нам хватит места. Так, это десерты. Ну, в общем, всё, что мы возьмём, мы вам покажем. В общем, мы нашли здесь ещё уютнее уголочек. То есть мы вот с того уголка перебрались вот в этот уголок. Здесь диванчики, две подушки. Такая композиция из роз. Вот. В общем, что мы заказали? Рассказывай. Мы взяли два десерта. Этот десерт называется... Прочитай там название. Как он называется? А, этот с карамелью. Вот этот с карамелью. А вот этот вот с бисквитом. Ну, с бисквитом я себе выбрала. А супруг выбрал с карамелью. Вот. Сейчас я скажу, что по цене. Так, два кофе. Два кофе, значит, это с ореховым вкусом. Это я не знаю, с каким вкусом. Палаты? Нет. А, капучино. Ну, сажусь сюда я. Сажусь, всё, вошла. Ой. И присела на этот вот... На этот вот диванчик. Так, а вот здесь они нам дали распечатку. Что, сколько стоит. Капучино стоит. Значит, ну, по 100 рублей. Два это 200. Потом, значит, сироп добавили нам 20 рублей. Так, сироп. Дальше, значит... А, наполеон и пломбир. Я взяла пломбир и взяла Наполеон. В общем, на 430 рублей. А вот. Ну, ещё вот такое. Вот кафешечка. Это находится прямо в гостинице Петя Горск. С тыльной стороны. Да, сбоку получается. Вот если посмотреть, то мы вот там видим парк. Парк, который ведёт вот к верхнему рынку. Там вот фонтаны. Вкусно. А, вкусно, да? Ага. Ну, всё. Ладно, вид снаружи я потом досниму. В общем, вот это вот кафе. Вот так оно называется. Вот. Ну, и вот, как я и сказала, что находится оно вот здесь, вот в парке. А, ну, так получается, вот администрация. Ой, ну вкусный десерт. Расскажи, как. Да, вкусный десерт. Понравился. Хороший, да? Дело в том, что почему здесь народу очень много? Потому что, во-первых, сразу первый вопрос цена. Цена вопроса. 400 миллилитров капучино стоит всего лишь 100 рублей. Это ясно. Сюда идут, смотрю, и молодёжь идёт. Ну, кто у него проходит, они не останавливаются. Заходят туда. Да, поэтому мы и удивились. Потому что мы поднимались когда на вершину, сколько с нас взяли в этом поднимались мы... Мы поднимались в розе хутор на вершину, там, на канатной дороге. И спробовать решили самой высокой точкой пика вершины. Там, в общем, за зал капучино, за 400 миллилитров, отдали 350 рублей. без всякого сиропа и так далее. Здесь нам ещё сироп добавили. Да, точно. Ну и десерт сам. Так что пошли дальше. Мы сейчас идём на рынок. Нам нужно попасть на рынок, и получается, дорога идёт на рынок. Вот мы завернули за гостиницу. Вот это гостиница Пятигорск. Галина, в которой вы будете отдыхать скоро уже приедете. А, направь. Да, вот ваша гостиница, в которой вы приедете. И вот сюда. И как раз мы проходим мимо этой гостиницы. Да, вот она. Гостиница Пятигорск. Здесь такие балкончики. А вот дверь, куда вы будете открывать? Заходите. Да, да, да. Здесь такие балкончики, смотрю. Такие, как бы они не особо широкие, да, такие вот. Ну, балкончики есть. Такие вот балкончики. Да. Она длинная, да, с ней. А, здание большое, да, какое? Длинная. Такое, протяжённое. Номеров много. Номеров много, да. Ну, мы сейчас идём опять на рынок. На верхний. На верхний, да. Посмотреть ещё, какие есть вкусняшки, которые мы ещё не успели посмотреть и попробовать. Так что посмотрим. Сейчас хорошие вкусняшки поели. Ой, ой, сейчас хорошо, чтобы перекусили прямо. Мы не думали, да, не планировали, чтобы зайти. Но нас привлёк запах кофе. Да. Который, значит, там разносился. Это называется, как зомби. Как зомби, да. На запах кофе. На запах пошли. Да. Это вот у них такой ЦУМ. Большое здание. Огромное. Ну, а в ЦУМе там что, так же, мне кажется, так же всё продаётся. Так же бутики, так же. Понятно. Да. Вот за этим ЦУМом начинается рывок. Уже автобусная, как сказать, типа автостанции маленькой. Маленькой какой-то автостанции. Ну, вот такая городская система. Ну, да. Перевозка. Вот такой город. В принципе, уже верхний рынок. Да, вот. Там идёт стройка, видите? Это уже начало. Так, а здесь вот витрины с футболками. Ну, я думаю, там снимать внутри, да, по бутикам чутулку, да? Мне кажется, дороговато там всё. Всё тоже самое, как везде. А, тоже самое. Вот этот, мы говорим, пятачок, где маршрутки все останавливаются. Кстати, с этого пятачка можно уехать куда? В какие города? Ну, я уже говорил, мы там в каком-то ролике уже говорили. Я собрала. Он сказал, какой-то пригород-то есть. Железноводск, по-моему, да, можно уехать? Да, Железноводск. Железноводск. А там вот, читай, верхний рынок. Вот как у нас, 22-й, к нам такой, в Ильяновске. Да, да. Ну, что-то написано верхний рынок, дальше Железноводск, гора Пост. Что, ну, читай, я не могу понять. Завод. А, здесь... Вершина Плаза. Это, видимо, отель. Это, мне кажется, А, Вершина Плаза, отель, да? Отель, да. Ну, что? Сегодня вроде очень сильно жарко, но на небе уже тучки собираются. Сказали, что сегодня ливень будет. Да, ну, ладно, что. Идем по рынку, да? Мы пойдем. Смотреть, что тут есть. Ага. Ага. Субтитры создавал DimaTorzok